друзья всех приветствую и так в этом видео я попытаюсь показать как сделать ремонт лоджия и чтоб это выглядело более-менее достойно так как этот навес продувается с трех сторон наносим гидроизоляцию далее устанавливаем маяки вот таким вот традиционным способом не буду вдаваться в подробности так как похожие видео у меня уже есть на моем канале а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова После того, как установили маяки, весь создавшийся мусор убираем. Далее приступаем к изготовлению стяжки. Предварительно проходим клеем на сдир гребенкой для лучшей адгезии. После того, как клеевая сетка высохла, берем вот такой вот миксер и приступаем к стяжке пола, тщательно размешивая стяжку. Прошло уже года полтора, как я брал этот миксер, и он до сих пор молотит как новый. Даем раствору отстояться 3-4 минуты и снова перемешиваем. После чего производим стяжку. Субтитры подогнал «Симон» После того, как стяжка высохла, грунтуем и приступаем к облицовке лоджия керамогранитом. Чтобы не промазывать плитку, применяем гребенку 12 миллиметров. Систему выравнивания пола я применяю от бренда «Толер Эксперт». Система себя зарекомендовала очень неплохо. И кто хочет приобрести ее, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Ну а кто вобьет мой промокод, тот получит скидку в 10%. Система себя зарекомендовала очень неплохо. Здесь мы применяем декоративный уголок из алюминия. Система себя зарекомендовала очень неплохо. Система себя зарекомендовала очень неплохо. Далее произведем укладку цоколя, тоже керамогранитом. Ну и между цокольной плиткой и плиткой на террасе применяем вот такой вот уголок. Система себя зарекомендовала очень неплохо. Ну что ж, на сегодня я думаю, что можно закругляться. И кому информация была полезной, ставим пальцы вверх. Кому нет, тоже. А у меня на сегодня все, всем пока, спасибо за внимание.